Девушки отдыхают Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в открытом космосе Пикник на Луне! Ракета в службе контроля! Через несколько минут мы сядем на Луну! Хорошо, мистер Эльф! Вы должны приземлиться возле моря спокойствия! Прелесть! Когда будем на берегу, мы устроим пикник! Ох, няня Плам! Последний раз мы здесь не идем на пикник! Почему? Потому что у нас серьезная миссия на Луне! Чем помешает пикник? Все готовы? Мы идем туда, где ни один эльф еще не бывал! И фея! Да, прости, Холли! Мы идем туда, где ни один эльф или фея не бывали никогда! Прыгай! Смотри, как я подпрыгиваю! Это замечательно! Так высоко прыгай! Друзья, повеселились и хватит! Вот расписание нашей миссии! Один, посадка на Луну! Есть! Два, поставить флаг! Теперь я король Луны! Оставить флаг! Есть! Три, вернуться домой! Но как же наш пикник? И мы не видели моря! Да! Где же море спокойствия? Я хочу плавать! Ох, море спокойствия не состоит из воды! Там лишь песок! А где же тогда пришельцы купаются? Пришельцы? Няня Плам сказала, что они живут на Луне! Это просто такая выдумка! Бли-блю-блю! А, пришелец! Э, привет! Пришельцы! Здорово! Бли-бли-блю! Красота! Он говорит привет! Вы знаете их язык? Нет! Это служба контроля! Что там происходит? Здесь пришельцы! Прекрасно! Это исторический момент, конечно же! Это просто что-то невероятное! Как вы думаете, он хочет сэндвич? Няня Плам! Мы не празднуем исторические встречи с сырными сэндвичами! Может, пришельцы покажут нам, где здесь море? На Луне нет морей! Только песок! Но из него ведь можно строить! Да! Опа! Нет! Не вздумайте копать Луну! Пришельцы расстроятся! Бли-блю-бли! О! Пришельцам нравится строить из песка! Хи-хи-хи! Опа! Опа! Я проголодался! Я тоже! Пора на пикник! Нет! Волшебная корзина! Ах! Магия! Няня Плам! Вы машете волшебной палочкой? У меня же ее нет, забыли! Вы отобрали ее перед дурацкой миссией! Ах, да! Конечно, волшебной корзине не нужна помощь волшебной палочке! Можно просто попросить, что хочешь! Пожалуйста, корзиночка! Сделай нам сэндвичи с мясом и сыром! Ура! Ура! А на сладкое у нас волшебное желе! Желе! Э-э-э, няня Плам, не повторите желейный потоп! О-о-о, все в порядке! Няня Плам, вы должны очень тщательно подумать над тем, что вы делаете! Конечно! Волшебная корзиночка сделай! Нам желе! Что она делает? О, нет! Я забыла сказать чуть-чуть! А-а-а! Желе потом! Няня Плам! Няня Плам, слишком много, живи! О, нет! О-о-о! Это потом! Это потом! Ой-ой-ой! Что происходит? Няня Плам затопила море спокойствия желе! Ой-ой-ой! Няня Плам, теперь все карты Луны придется изменить! Море спокойствия станет морем желе! Простите! Простите? Пришельцы будут недовольны! Но пришельцы едят желе! Оно им очень нравится! Им нравится! Я сделаю им еще корзиночек! Нет! Няня Плам, я запрещаю вам снова делать желе в этой миссии! Ну, взгляните, как они расстроены! Они хотят кушать! Больше никакого желе! Ладно! Хм! Я хотела попросить немного желе для себя! О! Но, няня, мы все равно не сможем покушать! Нам мешают наши шлемы! Это последняя капля! Нет воды в море! Нельзя ничего скушать! Что это за пикник такой? Это не пикник! Ладно! Летим домой! Няня Плам права! Пора домой! Я же вам это и говорил! Пока, пришельцы! Пока! Пока-пока! Люблю пришельцев! Да! Они красивые! Всем приготовиться ко взлету! Перевожу управление в режим... Ой! Что такое? Топливный пак пуст! Ох! У нас совсем закончилось горючее! Что это значит? Мы застряли на Луне! Навечно! О, нет! Что? Что такое? Я залил достаточно топлива, чтобы прилететь на Луну! Но я забыл о дороге назад! О, да! Это вы напрасно! Да! Да, я сделал глупость! Это все из-за ваших правил! Если бы вы не отобрали палочку, мы могли бы вернуться с помощью магии! Но поскольку... Я думаю, достаточно магии на один день с этим вашим пикником! Но я не хотела делать так много желе! Много желе! Конечно! Няня Плам, слушайте внимательно! Вы должны опустить вашу корзину в топливный бак! Зачем? Нет времени для вопросов! Опускайте! Вот топливный бак, Няня Плам! Так, попросите корзину сделать желе! Что? Но вы же сказали больше никакого желе! Помните? Да, я так сказал! Но это необходимо! Ладно! Сколько желе вам нужно? Много! Сейчас! Что? Это зачем? Желе вылетит из корзины с огромной скоростью! Мы используем силу желе, чтобы вернуть нашу ракету домой! Если бы я сказала то же самое, вы бы возмутились! Но сейчас говорю я, а не вы! А мудрый эльф очень мудрый, Няня Плам! Я думаю, просто умный! Ладно, давайте начнем! Пожалуйста, корзиночка, сделай желе! Много-много! Держитесь, друзья! Вышло! Вышло! Ура! Ура! Эльф-ракета на связи! Мы летим в маленькое королевство! На желейной тяге! Ура! Они уже летят домой! Мистер Эльф, посадите ракету в лягушиный пруд! Слушаюсь! Где они? О, вот они! Все отойдите назад! Полет окончен! Мы дома! Здравствуйте! Бен и Хун! Мы слетали на Луну и назад! Наша миссия завершена! Благодаря прекрасным эльфийским умам! Скорее, благодаря моему желе! Что? Без моей волшебной корзины мы бы сейчас были на Луне! Ну-ну, няня! Не будем спорить из-за деталей! Скажем так, эльфы отправили нас на Луну, феи принесли нас домой! Ура! Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке! Естествоведение! Так, мы никого не забыли! Холли, Виолетта, Рози и Стробери! Хорошо! Возьмите за руки! Я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас потерялся в лесу! Ах! Няня Плам! А нам обязательно учить естествоведение? Оно скучное! Да, мы все время учим название деревьев И всяких грибов И лягушек Тихо, девочки! Каждая юная фея должна знать название деревьев и грибов И лягушек? И лягушек Перед нами чудный экземпляр полыни обыкновенной Бен, Барнаби, Джейк и Лиззи Хорошо! Сегодня у нас урок естествоведения Идите за мной! Простите, мудрый эльф! А зачем мы вообще учим естествоведение? А затем, Бен, что для эльфа знания о природе чрезвычайно важны А-а-а-а! Кто мне скажет, что это? А-а-а-а! А-а-а! Это вроде растения Правильный ответ Чертополох Курчавый А-а-а! Так, а как называется этот цветок? О, кажется, это наши друзья эльфы Добрый день, няня Плам И вам, мудрый эльф Привет, Бен! Привет, Холли! У нас естествоведение! У нас тоже! Объединимся! Да! Я не уверен, что нам стоит... Согласна! Фей на естествоведении учат одному, а эльфов совсем другому! Мы учим название растений и грибов! И мы тоже! Пожалуйста, няня, давайте объединим наши классы! Пожалуйста, мистер Мудрый Эльф! Ну, хорошо! Думаю, я могу взять еще нескольких детей! Что? Мудрый Эльф, вам вовсе не обязательно идти с нами! Но... но... Заберете свой класс, когда я закончу урок! Я не сомневаюсь, что феи дали милое имя этому растению! Но мой класс знает правильное научное название! Чертополох Курчавый! О, разве это не сердечник шершавый? О, интересно! Или камнеломка! Вы оба знаете эти смешные названия? Значит, вы должны вместе вести урок! Хм... при одном условии... Не колдовать! Сегодня у нас естествоведение, а не урок магии! Тогда решено! Вперед! Ха-ха-ха! Смотрите! А-а-а! Желудь! Итак, на каком дереве растут желуди? Правильный ответ – дуб! Да? Я вообще-то детей спрашивал! Да-да! Но ведь дуб – это правильный ответ! Мистер Мудрый Эльф Дети пытается сказать, что из маленького желудя однажды вырастет раскидистый дуб! О-о-о-о! Класс! Посмотрим, как он растет! Хо-хо! Пройдет много лет, прежде чем здесь появится дерево! О-о-о! Но магия может ускорить процесс! Няня Плам! Мы же договорились! Не колдовать! Но вы взгляните на грустные лица детишек! Они так хотят увидеть, как из желудя вырастет дуб! Нет! Прошу вас, няня Плам, покажите, как из желудя растет дуб! Да! Пожалуйста, няня Плам! Я бы и рада! Но Мудрый Эльф не разрешает! Пожалуйста, Мудрый Эльф! Ну, хорошо! Одно малюсенькое заклинание! Отойдите, дети! Только небольшое деревце, ладно? Да-да! Цверкайте молнии, ветер дуй! Расти из желудя! Дуб-дуб-дуу! Ух ты! Няня Плам! Это, по-вашему, маленькое деревце? Э-э-э, великовато, пожалуй. Но я легко могу его уменьшить. Нет, нет, и так хорошо. Идем дальше. Следующая тема – грибы. О, грибы! Прекрасно! Кто мне скажет, что это такое? Мухомор! Э-э, да, верно. Дети, запомните, мухоморы есть нельзя. Ими можно сильно... Мистер Мудрый Эльф пытается вам сказать, что мухоморы ни в коем случае нельзя есть. Ими можно сильно отравиться. Именно. Так что никогда, никогда не ешьте мухоморы. Хорошо, Мудрый Эльф! А теперь я думаю, Мудрый Эльф хочет на нем посидеть. Что? Эльфы любят сидеть на мухоморах. Мадам, я думал, вы знаете, что на мухоморах любят сидеть гномы. Эльфы, гномы, какая разница? Вы никогда не увидите эльфа, сидящего на мухоморе. Здравствуйте! Привет, пап! Здравствуйте, мистер Эльф! Привет, Холли! Вижу, вы нашли мой маленький читальный зал. Ах! В это время дня здесь столько солнца! Кхе-кхем! Да, перед нами гриб-мухомор. А на нем сидит эльф. Эльф, да, на нем сидит эльф. Ему там нравится. Верно, идем дальше. Да, у нас осталась последняя тема. До свидания, мистер Эльф! Пока! Интересно, какая последняя тема? Уверена, это лягушки. Но не всегда их нам показывает. Да, это лягушки. Угадайте, кого мы сейчас будем изучать. Ах! Лягушек! Да. Мы рассмотрим лягушку. Эм, но сейчас здесь нет ни одной. Нет ни одной? Что ж, очень жаль. Можно идти домой? Ну, ничего. Превратим в лягушку кого-то из вас. Ну что, есть добровольцы? Ну же. Кто хочет стать лягушкой? Боже, какие вы все трусишки. Придется показывать на себе. Мась-мусь-мись, в лягушку превратись. Ух ты! Лягушка, дети. Смотрите, какая она скользкая. Фу-у-у-у-у! А как она дурно пахнет! Ой, какая лягушка. И как глупо она квакает. Что ж, думаю, на сегодня достаточно. Наш урок естествоведения подошел к концу. Эээ, няня Плам, можете стать снова собой Кажется, няня Плам не может превратиться обратно в себя Она не может взять палочку О, какая жалость Итак, домашнее задание А, няня Плам, мы не можем бросить ее здесь Разве? О, полагаю, нет Эээ, феи, кто хочет расколдовать няня Плам? Я, 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 я Хорошо, Холли, попробуй ты А, я не знаю, какое здесь нужно заклинание Я уверен, няня Плам будет благодарна, если ты хоть что-то попробуешь Ладно, попробую это Абракозилии Абракозилии Ой, получилось О, спасибо, Холли Ой, прости, няня У тебя почти вышло, Холли Ты слишком резко взмахнула палочкой Абракозилий Стань феей Ура! Видите, дети Как важно хорошо владеть палочкой Да, няня Плам Очень интересно, няня Плам Но если мы вернемся к естествоведению, то... Да, дети Мистер Мудрый Эльф пытается вам сказать, что... Что сегодняшний урок естествоведения на этом... Окончен Это был наш самый лучший урок естествоведения Спасибо, Стробери Это был удивительный урок Спасибо, Барнаби Значит, с этого дня няня Плам и Мудрый Эльф будут вести у нас естествоведение вместе Эээ... Ладно Хо-хо-хо Если вы хотите Ура! Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке Дейзи и Поппи Сегодня мы будем есть на завтрак кашу Ура! Каша! Каша! Ну, посмотрите, горшок совсем пустой Да, Холли Дейзи и Поппи сейчас будут упражняться в магии Няня Плам обучила их заклинанию Чудо! 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 У меня нехорошее предчувствие На всякий случай, няня Плам Все пройдет как надо, правда? Да, Ваше Величество Нам не нужен еще один потоп, как в прошлый раз Тогда было желе Каша совсем другое дело А Дейзи и Поппи упражнялись так долго Маленький горшок наполнись Раз, два, три Молодцы, Дейзи и Поппи Хе-хе Пусть готовят завтрак почаще Ммм, очень вкусно Ммм, очень вкусно Еще, еще, еще Дейзи, Поппи, хватит Еще, еще, еще Еще Наводнение, спасай, няня Маленький горшочек, стоп Гадость Я чуть не утонула в этой жуткой каше И все благодаря моим глупым сестренкам Не надо, Холли Запомни, Дейзи и Поппи еще младенцы И сейчас мы наведем здесь порядок Я совсем забыла, что они знают слово еще Еще, еще, еще О, у меня в детстве любимое слово было бах Плохое слово для маленькой феи, кстати Бах 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 Ах, да, Холли Мы с мамой хотели, чтобы твои друзья Поиграли с Дейзи и Поппи сегодня Но, папа Чтобы близняшки научились вашим играм Но, мама Привет, Холли Здравствуй, Бен Ты выйдешь погулять, Холли? Прости, Флёр К сожалению, я не могу на поляну выйти А это почему? Эээ, Дейзи и Поппи со мной Так что придется играть во дворе Ай Хе-хе-хе Ой, какие они милые крошки Они вовсе не милые Чудо-чудо Хочешь взять мою палочку? Правда она красивая? Нет, Флёр Хе-хе-хе Киська, кот Мяу О, я вижу, твои друзья привели котёнка с собой Мяу Эээ, это Флёр Она дала Дейзи волшебную палочку Понятно Убегай, киска Верни нам Флёр Ну, а кого из вас превратили в насекомое? Нет, мам Это Гастон, божья коровка Он должен быть таким Ах, да, конечно Привет, Гастон Так, дети Девочки, ещё малышки Будьте с ними помягче Хорошо, Ваше Величество И близняшкам ни в коем случае нельзя уходить со двора Да, мама Удачи Да уж Твои младшие сёстры Это что-то Я знаю Они опасные Так что не даваем палочку, Флёр Но они такие милые, эти крошки Я уверена Они не хотели превращать меня в кошку Мяу-мяу Хе-хе-хе Ну, во что мы будем играть? Придумал Давайте играть в прятки Прятки, прятки У нас одна проблема Близняшки совсем не умеют считать Я помогу им считать Я очень хорошо считаю Давай Так, закрывайте глазки Хе-хе-хе Быстро все прячьтесь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Я иду искать Кто не спрягнулся, я не виновата Ой А где близняшки? Дейзи Коппи Так высоко летать небезопасно Киска-кошка Ух ты Флёр опять превратили в кошку Убегай, киска Верни нам флёр А где же близняшки? Эм Они вроде как Улетели Они что ли сбежали? А еще у них Моя волшебная палочка Кто знает Что они теперь натворят? Не бойся Я их найду И я Эльфы превосходные сыщики А мы Настоящие эльфы Итак Как вы будете искать их? Просто Гастон пойдет по следу Гастон, Нэдди, Дейзи и Поппи Боже мой, Дейзи и Поппи Вы так далеко от дома? Мы позвоним вашей маме и папе Зайка-зайчик Так-так, Дейзи Думаю, тут ты не права Зайка-зайчик Что здесь происходит? Зайка-зайчик Еще, еще, еще Что это за брохот? По-моему, он идет с той стороны Ясно Я думаю, мы нашли моих младших сестер Скок, скок, скок Скок, скок Во! Смотрите, сколько зайцев А на этом папина шляпа Поппи Дейзи Что это значит? Зайчики-зайчики Они превратили эльфов в зайчиков Дейзи Это не смешно Даже глупо Отдай палочку Киска-коска Вот Мяу Милые крошки Я знаю, вы не наросли Мяу Птичка-птичка Птичка-птичка Фу Как ты думаешь, все? Да К счастью, птице нечем взять палочку Мяу 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 О, Барнеби и Бен Где девочки? Котята – это Холли и Флёр А птички – близняшки Что? Просто Дейзи и Поппи немного позанимались волшебством Понятно А кто эти зайцы? Это эльфы Ясно Нам предстоит большая работа Убегайте киски Вернитесь феи Убегайте зайки Вернитесь эльфы Улетайте птички Вернитесь дети Холли Ты должна была присматривать за сёстрами Прости, няня Но они просто невыносимые С ними нелегко справиться Что ж Вроде никто не пострадал Не пострадал? Нас превратили в зайцев Я знаю Я в восторге Да Наши малышки – настоящие волшебницы Жаба, жаба Я забираю палочки Больше вам они сегодня не понадобятся А как же няня Плам? Её нельзя оставить жабой Нельзя? Да, пожалуй, нельзя Хорошо, Холли Расколдуй её обратно Убегай, жаба Верни нам няню Доброй ночи, малышки Сладких снов О, они уже крепко заснули Да, у них был очень трудный день, Ваше Величество Видимо, игры с большими ребятами очень их утомили, Холли Э, да, мама Что-то вроде того Интересно, какие милые сны им сейчас снятся? Тигр, тигр, аллигатор Крокодильчик Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке Миссис Ведьма А потом Ведьма заперла фею и всех эльфов в большой клетке Помогите! Помогите, кричали они Хи-хи Я никогда вас не отпущу, сказала ведьма О, нет Почему она посадила детей под замок? Потому что ведьма была злая, а дети ее раздражали О-о-о От всей этой беготни ведьма проголодалась Поэтому она съела старый заплесневевший торт Ням-ням-ням Почему она съела старый заплесневевший торт? Именно этим ведьмы питаются И она выпила прокисшего молока Гля-гля-гля После всего этого она заснула Она спит, сказала фея Давайте убежим отсюда Эльфы открыли двери А фея забрала свою волшебную палочку О-о-о А потом ведьма проснулась Возвращайтесь в клетку, кричала ведьма Но фея уже проговаривала заклинание Заклинание выполняю Чары ведьмы изгоняю Вот так все дети были освобождены А ведьма, наевшись сладкого Не смогла их поймать Конец Ура! А что случилось потом, мама? Эм... Ведьму наказали за то, что она была злой И она до конца своей жизни мыла грязную посуду О-о-о Ведьмы такие ужасные Хорошо, что на самом деле их нет Правда же? Но они существуют Я знаю ведьму, которая живет в лесу Правда? Да Я могу отвезти вас к ней, если хотите А она нас не закроет в клетке? Ха-ха-ха О-о-о Нет Ведьмы могут быть злыми Только когда они очень-очень раздражены Мамочка Думаешь, нам стоит пойти к этой ведьме? Да Почему нет? Няня Пламова защитит Так вы сможете сами убедиться в том, какие ведьмы ужасные Тогда вперед! Идемте! Пока! Веселитесь! Пока! Няня! А какие вообще ведьмы? Они страшные? Нет Они не страшные Но они немного попахивают А ведьмы используют магию для разных заклинаний? Ведьмы редко пользуются магией И вообще у них с этим проблемы Вот мы и пришли Эта ведьма не использовала магию уже более ста лет О-о-о Тук-тук! Кто там? Няня Какая няня? Няня Плам О-о-о Няня Плам Прошу, входите Какой сюрприз! Настоящая фея и эльф! Да Это принцесса Холли И эльф Бен Подойдите Я хочу вас хорошенько разглядеть Видите? Она вообще не страшная Только от нее немного пахнет Что? Что? Дети, ничего не трогайте Почему нельзя ничего трогать? Потому что все грязное Что? Что? Все в порядке Просто я хотела показать детям, как живет настоящая ведьма О-о-о Понимаю Хотите крысиного молока и червячных кексов? Э-э-э Нет, спасибо, миссис ведьма Мы уже покушали Миссис ведьма Не могли бы вы немного рассказать о себе? Конечно Все, что хотите Вы хорошо владеете магией? Но я не люблю сейчас пользоваться магией, потому что... Я же говорила Ведьмы никогда не пользуются магией И они в ней не сильны Что? Что? Миссис ведьма Если вы все же используете магию То зачем? Я на пенсии То есть вы больше не охотитесь за эльфами и феями? Просто я... Дело в том, что ведьмы вообще ничего не делают От них дурно пахнет, и у них получаются ужасные кексы Что? Касательно магии, они безвредны Она, наверное, даже не в состоянии исполнить заклинание превращения Но я могу Тогда почему же вы не уберете весь этот ужас? Просто... Почему не сделаете кресло более удобным? Прекратите, няня Вы можете спечь вкусный торт Я предупреждаю вас Почему вы не купите себе новых вещей? Если ты хоть что-то изменишь... Или косметики Простите, что пришлось заморозить няню Плам Она была груба со мной Не думаю, что няня Плам хотела вас обидеть, миссис ведьма Возможно, но так получилось Вы навсегда оставите няню замороженной? Нет Если няня извинится, то она сможет уйти Няня, извинись перед миссис ведьмой Я не стану извиняться Я только хотела помочь ты, глупая старая ведьма Оу Так вы не отпустите няню? Нет Нам нужна помощь А можно мы пойдем, миссис ведьма? Конечно Мне было очень приятно ваше общество Что у тебя за план? Мы должны попасть к королю Да Папа сможет договориться с ведьмой И она отпустит няню Пока Ээээ Пока Большое спасибо, что впустили нас Да Спасибо, миссис ведьма До свидания Пока Быстро, бежим Папа! Папа! Няня Плам очень разозлила миссис ведьму И теперь няня заморожена, словно статуя О, нет Папа, если мы ничего не придумаем, то няня навсегда останется такой Мы никогда не увидим няню Как печально И больше не будет таких вкусных обедов Не будет обедов? Что? Няню Плам заморозили? Да! Покажите, где живет эта ведьма А няня Плам грубо разговаривала с ней Немного У них все зависит от настроения Ты накажешь миссис ведьму, папа? Нет, у меня есть идея получше Кто там? Король чертополох Какой король чертополох? Ну, король чертополох Король чертополох Оу, ваше величество Вы должно быть миссис ведьма О которой я так наслышан Позвольте мне все объяснить Я слышал про ваш ум Вашу доброту и красоту Ой, ой Не говоря уже о ваших кулинарных способностях Хотите червячный кекс? Благодарю, нет Я полагаю, няня Плам находится у вас Да, просто я... Я... Я прекрасно понимаю, почему вы решились на такое Понимаете Няня Плам иногда бывает грубой Просто она не так умна Правда Думаю, будучи такой умной и доброй Вы понимаете, что няня уже не исправится И вы простите ее на этот раз Тем более, что няня Плам должна приготовить обед Я могу это сделать, ваше величество Это мило с вашей стороны Я как раз собиралась зажарить лягушек на костре Но мне нужна моя няня Плам Я понимаю Секундочку, пожалуйста Скажите спасибо за гостеприимство, няня Спасибо за гостеприимство До свидания, миссис ведьма Я был рад знакомству с вами Я польщена, ваше величество До свидания Пока Папа, ты вообще не наказал миссис ведьму И вы сказали, что она красива Но это не так И от нее неприятно пахнет Иногда, Бен, стоит сказать, что кто-то некрасив и неприятно пахнет Но иногда стоит быть тактичным Хм... Говорить комплименты иногда полезно и легко Я так рада, что вы с нами, няня Плам Спасибо, Холли Да А что на ужин? Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается на поляне Гусеница Бетти Ха-ха-ха-ха Тебе, Гастон Тебе, Бен Ха-ха-ха Тебе, Холли А это тебе, Бобби Пчела Ой, а ты кто? Это гусеница Привет Бен Ты знаешь язык гусениц? Эм... Не совсем Похоже, она говорит Бетти Ха-ха-ха Привет, Бетти Мы играем с нашими друзьями Гастоном, Божьей коровкой И Бобби Пчелой А ты хочешь поиграть с нами? Похоже на согласие Эм... Давайте поиграем в гонки Победить тот, кто первым перебежит поляну А летать можно? Никаких полетов и никакой магии Хорошо На старт Внимание Марш! Ого! Вы посмотрите на Бетти! Ого! Молодец, Бетти! А давайте Гастон покажет нам трюки Хорошая идея, Бен А мы пока что немного отдохнем Смотри, гусеница Бетти грустит Похоже, она себя неловко чувствует Я ее развеселю Хорошо Тогда давай, Бен Ты не грусти, Бетти Летать это еще не все Эльфы тоже не летают А ведь я же эльф Это не особо-то и помогло Может, благодаря магии она полетит Ты можешь такое? Я... Я так думаю Абра-кадабра Лети, Бетти, лети! Ого! Сработало! Я не думала, что такое случится Мы должны ее спасти Может, другое заклинание? Нет-нет У меня есть идея получше Игук! Тихо, Бетти! Спокойно! Оу! Так лучше! Здорово! А-а-а! А-а-а! Привет, Холли! А-а-а! Привет, папа! А-а-а! Что здесь вообще происходит? А-а-а! У Бена небольшие проблемы А-а-а! Помогите! Я вижу Стой! Стой! Все становится Когда скажу Стоп! 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 Что вы сделали С этим несчастным существом? Мы просто хотели Помочь ей Бетти расстроилась Потому что она Не умеет летать Понимаю Не стоит волноваться Скоро она сама А сможет летать Как? Ну Потому что она Одна из этих Насекомых Гусеница? Да Спасибо, Бен Да Это гусеница И они меняются Правда? Ну, конечно Вам не стоит волноваться Э-э Хорошо Если хотите ей помочь Найдите много листьев Она их ест И если мы хотим Чтобы она летала То надо накормить Ее листьями? Конечно Она должна Скушать Очень много листьев Зачем? Увидите Сначала Насобирайте листьев Сейчас узнаем Кто насобирает Больше всего листьев Хорошо Давай Оу Думаешь, мы скормили Бетти Слишком много листьев? Да И теперь она немного Толстая Так она Не сможет взлететь Так намного лучше Она значительно поправилась А, папа А как это поможет Бетти летать? Хо-хо-хо Увидите Пора домой А, это няня Плам Мне пора Бен Домой Это мой папа Увидимся завтра До завтра, Бен Спокойной ночи, Бетти Папа сказал нам накормить Бетти Но теперь она такая большая Что точно не взлетит Папа, наверное, ошибся Холли Папа никогда не ошибается Он король А короли очень Эм Умные Но как Бетти взлетит? Потерпи, увидишь Спокойной ночи, Холли Спокойной ночи, мама Но как Бетти гусеница взлетит? Ну Просто она больше не будет гусеницей Я Не понимаю Завтра поймешь Спокойной ночи, Бен Спокойной ночи, пап Уже утро Бен, Бен Холли Привет, Бен Привет, Холли А где Бетти? Я Я не знаю Но посмотри туда Что это такое? Не знаю Но этого вчера здесь не было Привет Привет, Валет Привет, Стробери Фу Что это такое? Мы не знаем Это кокон Гусеницы их делают То есть Бетти гусеница внутри? Да Но когда она вылезет из кокона Она больше не будет гусеницей А кем она будет? Возможно, жабой Жабой? А может, птицей? Понятно Бетти гусеница станет птицей И тогда Сможет летать А, кокон Да, папа Бетти гусеница внутри кокона И когда она оттуда вылезет То она сможет летать Ведь она станет птицей А, как правило Из гусениц птицы не получаются Они становятся жабами? Нет, не жабами Тогда кем же она станет? Ого! Привет, Бетти О, она такая же У нее есть крылья Ого! Теперь она бабочка Бетти бабочка! Смотрите, они все вместе летают Она выглядит счастливой Присоединимся к ним Теперь все могут летать А я не могу Э, Бен Я думал, что эльфы Хорошо летают на божьих коровках Точно! Эльфы ведь летают на божьих коровках А я же эльф Гастон! Спасибо, Гастон Давай, полетели! Игу! Бетти бабочка! Маленькое королевство Бена и Холли Сегодняшнее приключение начинается в маленьком дворце Шпионы! Смотрите, что нам принесли Приглашение на фестиваль корабликов У-у-у! Я обожаю фестивали! Кораблики плавают по реке Музыка играет И танцы! Только вот Мэри Голды Вечно смеются над моей лодочкой Мэри Голды такие воображалы! Может быть, в этом году они не приедут Алло! О, здравствуй, король Мэри Голд! Чертополох, старичок! Ты ведь собираешься на фестиваль! У нас чудесная лодочка! О, да моя лодочка просто высший класс! Правда? Что ж, скоро увидим! Пока! Только и умеют, что хвастаться! Наша лодочка должна быть лучше, чем их! О какой лодке идет речь? Э-э-э, о той, что ты мне построишь! Я? Поручите это мне! Эльфы лучшие корабельщики! А я ведь... Я построю корабль лучше! Чепуха! А вот и нет! Хватит! Все! Не важно, кто будет строить! Мне нужен корабль! Ну и что же? Мы с вами будем работать вместе! Я знаю! Построим две лодки! И пускай король выберет лучшую! То есть мою! Ну уж нет, мою! Я же придумал, какой корабль мы построим! О, и какой же? Это секрет! Пойдем, Бен! Ладно! Я уже придумала корабль лучше! Какую лодку мы будем строить, старый эльф? Мы построим корабль викингов! Круто! Няня! А какой корабль будем строить мы? Я не знаю! Старый мудрый эльф уже что-то придумал! Только это большой секрет! Давайте узнаем его план! Но, няня! Это же обман! Да! Угадала, Флёр! Это чистый обман! На бортах корабля поставим щиты, а спереди голову дракона! О-о-о-о! А он будет большим? Не слишком! В самый раз, чтобы в нём поместился король! Ну всё, феи, пора во дворец! Они делают корабль викингов! Тогда и мы тоже! Это как списывать? Да, Флёр! Так и есть! Точно как списывать! Абра-кадабра! Корабль явись! А чтобы выиграть у них, мы сделаем наш корабль больше! Алло! Привет, няня Плам! Как дела с вашим кораблём? Мы уже закончили! У нас чудесный корабль викингов! Что? Это мы строим корабль викингов! Надо же! Будет два корабля викингов! Няня Плам строит корабль викингов! О-о-о! Няня Плам всё подсмотрела! Хм! Мы тоже так можем! Кто хочет быть шпионом? Я! 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 Эльф Барнаби, ты будешь нашим шпионом! Но ты должен выглядеть как фея! Вот тебе крылья, а не на резиночке! Палочка и шляпа, чтобы тебя не выдали уши! Старый эльф! Феи поймут, что это Барнаби! Нет, не поймут! Я замаскируюсь! Здравствуйте! Привет! Я только что приехал в ваш лес! И я фея! Как твоё имя? Моё Барнаби! Ой, нет! Э-э-э... Бамбук! И я фея! А-а-а! Ой! В смысле... Да! Я фея! Ну, проходи! Поздоровайтесь с Бамбуком, фея! Привет, Бамбук! Смотри! Мы строим корабль викингов! Эльфы тоже строят такой! Только наш больше! О-о-о! Ты не очень-то разговорчив! Нет! Но я фея! Ой! То есть... Бамбук! Мы с тобой где-то встречались? Нет! Но я, пожалуй, пойду! Рад был познакомиться! Пока! Моя миссия выполнена! Я выяснил об их корабле викингов всё-всё-всё! Каков же он? Он большой! Больше, чем наш! Тогда мы с вами сделаем самый большой корабль викингов в мире! Да, мудрый эльф! Они тебя не узнали, Барнаби? Нет! Я вёл себя естественно! Я вспомнила, где видела бамбука! Это же переодетые Барнаби! О-о-о! Эльфы за нами шпионят! Это возмутительно! Но мы ведь тоже шпионили! Но мы же первые придумали шпионить! Ну вот! Эльфы всё знают про наш корабль! Раз так, мы узнаем побольше про них! Стробери, хочешь быть шпионом? Конечно! Ты должна выглядеть как эльф! Пока, крылья! Приветушки! Сразу видно, что это струбери! М-м-м, да! Нужна маскировка! Чудесно! Викинг, 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 мчится по волнам! В самой лучшей лодочке прямо в гости к нам! Здрасте! Здрасте! Я тоже эльф, я недавно приехал в ваш лес! О, правда? Ну и как же твоё имя? Струбери! Славное имя! То есть Элис! И ещё лучше! Входи! Этот эльф шпион от фей! Мы наговорим ей кучу всякой чепухи! Ух ты! Какой большой корабль! Да! Только он ещё не готов! Мы приделаем ему ноги! Ноги? У него будут ноги, как у утки! У утки? А драконью голову мы заменим... Заменим головой бегемота! Огнедышащий! Очень интересно! Что ж, рада была познакомиться! Ну, мне пора домой! Мы что, а правда приделаем ноги к нашему кораблю? Конечно, нет! Но пусть она всё расскажет няне-плом! Их корабль будет самым нелепым! Вот и я! А, здесь эльф! Нет, это я! У эльфов корабль большущий-пребольшущий! Не беда! Наш-то больше! С лапами, как у утки! Ах, вот как! Утиные лапы! И с огромной головой бегемота спереди! С огнедышащий! Выглядит странновато! Может, добавим крылышки? Так лучше! Давайте прогуляемся! Вперёд! Что за жуткий шум? Здравствуйте, мудрый эльф! Как вам наш корабль? Он выглядит немножко странноватым! Точно в таких плавали викинги? Совсем не в таких! Сейчас я покажу вам корабль викингов! Что ж, друзья мои! Можно выносить наш корабль! Взяли! Ну, в чём дело? Корабль не пролезает в дверь! Хоть в лепёшку размесим! Вот это незадача! Полагаю, вам пригодилась бы помощь феи! Да уж! Эй, малыш! Принеси! Что ж, надеюсь, что мы успеем его починить! Ой! Приветствую, друзья! Кораблики уже готовы? Да, Ваше Величество! А-а-а! Э-э-э, что это? Ваш кораблик! Я велел вам построить корабль, чтобы не стать посмешищем! И вы сделали вот это? Да, Ваше Величество! Кто придумал голову бегемота? Король, это я придумал! А я придумал огонь! А ноги? Э-э, это была моя идея! Я придумала крылышки! Я из-за вас стану посмешищем для всей округи! Ох, как мне не терпится увидеть лотку чертополоха! О, а что это за шум? О-о-о! Привет! Так это и есть ваш корабль? Э-э, да! А что? Ну, он... Знаю, знаю! Это... Да это лучший корабль, что мне когда-либо приходилось видеть! Он потрясающий! Что ж, спасибо! И лучший кораблик на нашем фестивале! Ура! А-а-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok